Подписывайтесь на канал Болливуд и вы будете в курсе всех новостей, а также узнаете все подробности личной жизни звезд. Анджана Мумтаз родилась 4 января 1945 года, известная своими второстепенными ролями в более чем 100 фильмах на Хинди и Гуджарате. Анджана вышла замуж за Саджита Мумтаза, чиновника Айр Индии. У них есть сын Руслан Мумтаз. Гита Сидхарт умерла 14 декабря 2019 года. Индийской актрисой и социальной работник она выступала в основном в Болливуде, а также в артхаусном кино. Она была наиболее известна за ее роль в фильме «Гарм Хава» 1973 года. На 21-й национальной кинопремии, где фильм получил приз за лучший художественный фильм о национальной интеграции, она получила приз как лучшая актриса. Она была замужем за телевизионным продюсером и ведущим Сидхартом, какой наиболее известный за его культурное шоу «Сурабхи» в 1990-х годах. Гита также была художественным руководителем шоу. Неру Парой родилась 4 января 1931 года в Алсад, Британская Индия. Умерла 13 октября 2004 года в Мумбай, Индия. Снималась в кино более 50 лет. Ее фильмография насчитывает более 450 фильмов. Три раза была награждена премией «Филфарм Эвер» за лучшую женскую роль второго плана. В 2004 году получила премию за пожизненные достижения. В возрасте 15 лет вышла замуж за Камаля Роя и переехала в Бомбей. У пары родилось двое сыновей – Йогеш и Керан. Будучи гуджараткой, до работы в кино преподавала детям гуджаратский язык. Начав сниматься в кино, она изменила имя. В 1946 году ее муж ответил на объявление о поиске актеров, владеющих языком гуджарати. Она была выбрана и начала свою кинокарьеру. В том же году снялась в своем первом фильме на хинде «Амар Радж». В начале своей карьеры в 1940-х и 50-х годах играла главные роли преимущественно мифологических персонажей – образы богинь с волевым характером, которым молятся верующие люди в поисках защиты и благословения. В 1970-х и 80-х годах приобрела известность благодаря ролям страдающих матерей. Нерупа Рой считается величайшей актрисой в амплуа индийской матери в Болливуде. Сарла Елика родилась в 1955 году в городе Салапур на юго-западе Индии. Ее дебют начался с фильма «Зиндадил». После этого она исполнила несколько главных ролей в фильмах, а также снималась в телевизионных передачах. Актриса снялась в более десятка кинофильмах. Некоторые ее фильмы были любимы в нашей стране. Актриса стала известной в нашей стране благодаря фильму «Танцуй, танцуй». Актриса сыграла в нем трагическую роль певицы Ситы. Все помнят ее песенку «Зуби-зуби». Карьера началась ее в 1989 году. Сарла снялась одновременно в трех кинофильмах. Сарла всего снялась в 17 фильмах. В 1996 году актриса закончила свою карьеру. Сулабха де Шпанда родилась в 1937 году. Бомбея умерла 4 июня 2016 года. Отец актрисы был звукооператором. Основной работой Сулабхи первые 15 лет была должность учителя в индийской школе. Свою карьеру в театре она начала параллельно, в 50-х годах, присоединившись к любительской театральной труппе. Начав играть в театре на Маратхе, в 1964 году она впервые приняла участие в хинди-язычной пьесе, заменив ушедшую актрису на театральном фестивале в Калькутте за 4 дня до выступления. В 1967 году она исполнила главную роль в пьесе, которая была написана драматургом специально для нее и ее мужа. Четыре года спустя на основе пьесы был снят фильм, в котором она сделала свой кинодебют, сыграв того же персонажа, что и в театральной постановке. Роль мисс Бенаре укрепила ее позиции в качестве талантливой актрисы и по-прежнему считается одной из самых запоминающихся женских выступлений в театре на языке Маратхе. В 1971 году вместе с мужем Арвиндом Дешпанде она создала театральную труппу «Авишкар», на базе которой позднее организовала детское отделение «Школа Луны». На протяжении многих лет Сулабха снялась в десятках фильмов, как на Хинде, так и на Маратхе, в основном в ролях матерей, бабушек и злых свекрови. Она также снималась в сериалах и выступала в качестве режиссера в детском 1978 года. Ее последняя роль в кино «Свекровь героини Шридеви» в «Инглиш в Инглиш». В 1987 году награждена премией Академии Сангит Натак за вклад в области театра на Маратхе. Сулабха Дешпанде скончалась 4 июня 2016 года после продолжительной болезни. Тануджа Самарт родилась 23 сентября 1943 года в Мумбаи в семье поэта. И его жены известны актрисы 30-40-х годов. Ее старшая сестра Нутан Бехал, тоже известная актриса, умерла 1991 года от рака. Тануджа начала свою актерскую карьеру еще ребенком в фильме «Хамари Бета» 1950 года. Повзрослев, она дебютировала в фильме «Чабили» 1960 года. В середине 60-х она активно снималась в Бенгалии с Утам Кумаром и Сумитра Четерджи. В 1972 году она познакомилась с директором Сэмми Мукерджи, младший сын-продюсером. После бурного романа они поженились. У них двое детей – Каджол Мукерджи и Таниша Мукерджи. Позднее они стали жить раздельно, отдалились друг от друга, но не разводились. Сушма Сет родилась 20 июня 1936 года. Индийская актриса сцены, кино и телевидения. Она начала свою карьеру в 1950-х годах и была одним из основателей, базирующейся в Дели театральной группы. Ее первый фильм вышел в 1978 году. Она известна тем, что играет роль матери и бабушки в кино и на телевидении. Воспитанная в Дели, она является старшей сестрой-танцовщицей из Манипури Чару Сиджа Матхур, жены Падми Шрим. Она окончила школу-монастырей Иисуса и Марии в Нью-Дели. После этого она получила диплом преподавателя по специальности домоводства в колледже в Нью-Дели. Диплом юриста по специальности естественной науки в Нью-Йорке. А затем степень бакалавра изящных искусств в университете Корнея Мелон, США. У Сушмы Сетт и ее мужа, бизнесмена Тхрува Цетта. Трое детей, среди них актриса Дивия Сетт, которая играла вместе со своей матерью в фильме. Сетт начала свою карьеру в 1950-х. Помимо актерской работы она поставила много пьес. В 1970-х годах она основала и руководила детским творческим театром, ансамблем, который ставил спектакли, проводил мастер-классы для детей. Она дебютировала на большом экране в фильме 1978 года. Она получила номинацию на премию «Филфарм Бест» «Лучшая актриса» в 1985 году. Она играла мать и бабушку многих исполнителей Болливуда. Сетт была популярна с начала 2000-х годов. Сетт работает с неправительственной организацией «Арпана», режиссируя пьесы и танцевальные драмы. Она написала пьесу под названием «Сетарон Кепас». Сима Део – актриса второго плана Маратхи «Хинди кино». Она родом из Карнатаки. Родилась и выросла в Ергаоне, в южном районе Мумбаи, штата Махараштра. Она снялась в более чем 100 фильмах. Ее муж Ромеша Део является актером второго плана, а также продюсером и режиссером. Сыновья Симы Део и Ромеша Део пошли по стопам родителей и выбрали полем своей деятельности киноиндустрию. Сын Аджинки Део – актер, снимается в Маратхи и Хинди фильмах. Он также является исполнительным директором. Второй сын Абхинай Део – режиссер индийских фильмов и сериалов. Он снял такие фильмы, как «Прогулка по Дели», «Однажды в Дели», «Спецотряд» и «Сериал 24». Нутан Самарт Бахл – индийская киноактриса, снимавшаяся в основном в фильмах на Хинди. Приняла участие в более чем 70 фильмах в течение 40 лет. Считается одной из лучших актрис в истории индийского кино. Пятикратная обладательница Филфарм Эвард за лучшую женскую роль. Рекордсменка данной номинации единолично удерживавшая этот титул более 30 лет. До конца жизни и еще 20 лет посмертно. Вплоть до 2011 года, когда ее догнала собственная племянница Каджол. В 1974 году получила правительственную награду под Машрим. Родилась 4 июня 1936 года Бомбея в семье Маратхи. Ее отец – режиссер и кинематографист, а мать была ведущей актрисой. В 30-х и 40-х годах родители Нутан разошлись после 14 лет брака. Нутан старше из четырех детей. Сниматься в кино Нутан начала в 14 лет, еще учась в школе. В детстве Нутан считали дурнушкой из-за худобы и высокого роста. Тогда как, в то время предпочтения отдавались невысоким и полным девушкам. Однако, это не помешало ей, повзрослев, победить в конкурсе красоты мисс Масури в 1952 году. С 18 лет она проходила обучение в женском пансионе в Швейцарии. С юных лет Нутан проявляла интерес к музыке и танцам. Она также обладала прекрасным голосом, что позволило ей самой исполнить песни в фильме. В 1980-х она стала петь «Пхаджан». Пение занимало значительную часть ее времени до конца жизни. 11 октября 1959 года Нутан вышла замуж за лейтенанта-командора флота Раджиниша Бахла. 14 августа 1961 года у пары появился сын Махниша. Впоследствии также ставший актером. В 1989-м здоровье Нутан ухудшилось, у нее обнаружили рак груди, от которого она скончалась 21 февраля 1991 года. Нутан начала свою карьеру в кино в 1950 году с ролью второго плана, поставленной ее матерью. Хотя фильм не стал хитом, режиссеры заметили девушку и стали предлагать другие роли. После того, как несколько ее фильмов провалились в прокате, мать отправила ее в пансион в Швейцарии. Вернувшись, Нутан получила главную роль в фильме, который принес ей первую «Фильмфарм Эворт». Выйдя замуж, Нутан, как и многие актрисы того времени, оставила кино, но после рождения сына приняла решение вернуться. В 2010 году ее фильм критики признали лучшей в карьере Нутан. Заключенная принесла актрисе третью фильмфарм Эворт. В середине 80-х, в силу возраста, ей стали предлагать второстепенные роли матери. Ее последним фильмом, вышедшим при жизни, стал «Месть именем закона» 1989 года. Еще два фильма «Счастливчик» и «Человеколюбие» вышли в прокат уже после смерти актрисы.